Кредит мы брали в конце прошлого года, во второй половине прошлого года. В это время мы выиграли суды по 365 миллионов и ожидали прихода от этих денег. В это время мы видели, что мы в принципе должны выиграть уже суд по дозвилу на центральной осокорти в Верховном суде. Все предполагало то, что мы должны были выиграть. И мы видели, что у нас заканчиваются деньги. Мы стояли перед дилеммой. Нам казалось так, что вот-вот у нас будут возможности строить, но у нас уже нет денег. И мы просто там месяц-другой не дождемся этого светлого дня. Так сказать, прекратим строить, прекратим, не будет денег на охрану объектов, не будет денег на их поддержание в рабочем состоянии. Это свет, вода, электричество. Электричество особо много тратится. Готовится она к зиме. Надо было уже решать по теплу авансы какие-то платить. И мы приняли решение рискнуть. Рискнуть, так сказать, мы считали, что риск вполне оправдан. А вот взять кредит, продолжить строительство патриотики и еврики. За это время выиграть суть по дозвилу и получить 365 миллионов, 365 миллионами загасить кредит. Может даже не весь, а может весь. И начать строить центральные сокарки, начать их продавать, так сказать, продолжать строить еврику. Начать в конце концов продавать еврику, потому что она продавалась в конце прошлого года очень плохо. Практически не продавалась. Продавалась она слабо. Вот такой у нас был расчет. Поэтому кредиты ни один банк нашему забудованнику давать не соглашался. Скажу прямо. Вот поэтому мы нашли кредитора такого, какого нашли. Который дал, конечно, кредит на очень жестких условиях. Под этот залог мы могли взять 500 миллионов. Но он согласился только на 250. Хуже того. Он привязал кредит к доллару. Хуже того. Он привязан к кредит к доллару по ставке 18% годовых. Это очень высоко. Для привязанного к кредиту в долларах процентная ставка. То есть довольно-таки жесткие были условия. Но мы на них пошли в надежде на то, что мы или 365 миллионов получим, или хотя бы выиграем суды по дозвилам. По дозвилам на центральной сократии вы отлично помните. Верховный суд одни и те же бумаги изучал полгода. Вот кто ходил на эти заседания, те знают. Одну и ту же бумагу брали на каждом заседании, смотрели в нее, обсуждали ее, откладывали в сторону. На две недели переносили, через две недели встречались, опять в нее смотрели, опять что-то говорили, опять откладывали, еще раз на две недели переносили. Это длилось полгода. Это длилось, закончилось где-то в конце зимы или весной уже этого года. И то нас снесли на первую инстанцию. Но тем самым восстановили дозвилам. С 365 миллионов получилось все еще хуже. Значит, мы выиграли апелляцию, подали в казначейство. Казначейство очень долго думало, 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 думало. Мы бились о него очень долго. И они в конечном итоге нам отказали под предлогом, если, так сказать, выжать воду из этих юридических формул, то, как я понимаю, юристы, что меня поправят, они нам отказали под тем предлогом, потому на том основании, насколько оно серьезно, вам решать, что такие деньги КМДА должно платить, или коллектив-совет должен платить добровольно. То есть решения суда не отказались выполнять, по сути. После этого было принято Верховным Советом изменение в бюджетный кодекс о том, что до конца этого года вообще запрещается взыскивать деньги с местных органов власти. И этот вопрос, так сказать, подвис. Очень красиво. И после этого Верховный суд практически на том же основании, на каком казачейство нам отказалось, отправил на первую инстанцию. То есть они, по сути, написали там, что эти деньги КМДА должен заплатить добровольно, а, так сказать, списывать вы не имеете права. Такая правовая у нас держава. Честно говоря, на такой беспредел я не рассчитал. Вот. И мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. Вот. За это время мы, в конце концов, вроде как нашли инвестора, вроде с ним прошли две трети пути, если не больше. И вроде как мы уже должны были в сентябре с ним начать работать, может, даже раньше. Вот. И даже мы договаривались, так сказать, о микрокредите раньше, чтобы поддержать, так сказать, свою платежеспособность. Потому что нас банк нам три раза отказывал в кредитах на поддержку ликвидности. Вот. Значит. И когда вдруг вот этот случай, конечно, смешался как-то. Расскажите детальнее для инвесторов про этот случай. Расскажите детальнее про этот случай для инвесторов. Значит, в связи с ухудшающейся платежеспособностью нашего банка, мы начали задерживать платежи нашему инвестору, начиная уже с апреля этого года. Кредитору. Кредитору, да, кредитору. Вот. Постоянно, так сказать, ну, пытались с ним быть в переговорах, так сказать, что-то его, так сказать, предлагать, реструктуризацию, там разные вещи. А вот инвестор постоянно подчеркивал, что ему нужны деньги, что ему не нужно здание, он требует, чтобы мы платили проценты, чтобы мы начинали возвращать уже тело кредита, как оно было уже возвращать, так сказать. То есть мы в такой немножко напряженной диалоге были, но, в принципе, дело было нормальным, по большому счету. Значит, в июле, за июнь мы уже не заплатили ничего, денег не было. И тут вдруг нам пришли с обысками. Да, мы к этому времени уже начали распродавать свои активы, да, с большим дисконтом, с убытком для себя, и в том числе рассчитывали, продав определенные активы, так сказать, заплатить ему проценты. Тут пришли с обыском, порестовывали нам все имущество, соответственно, некие активы мы продавать уже не могли. И тут, пока мы вот это вот все делали, пока мы двигались с инвестором, в пятницу приходит бумага о том, что он, так сказать, взял, и вот сделал такое безобразие. Никому ничего. Ну, по крайней мере, для меня это было неожиданность. В пятницу какого числа? Ну, это ту пятницу, которая была, по-моему. 14. Значит, 14. Да. Вот. Вот так вот все и произошло. Расскажите ваш план возврата здания. Значит, для нас утеря здания неприемлема. Для нас утеря здания – это равнозначно утеря банка. Это, я говорю, не в эмоциональном смысле этого слова. Это с точки зрения, так сказать, формальных требований национального банка, в конечном итоге утеря этого здания приведет к утере банка, к исчезновению банка Аркады. Поэтому мы намерены, так сказать, бороться за то, чтобы банк сохранить и здание вернуть. Мы будем предлагать инвестору заключить договор реституции, как можно быстрее. Ну, инвестору, кредитору. Договор реституции, как можно быстрее. И собираемся переводить самые аргументы, то есть правду рассказать. И хотим с собой привлечь на эту встречу с кредитором представителя нашего инвестора. В принципе, я связывался на выходные, мне сказали, что вроде как нет отказа встречаться. И есть желание, так сказать, закрыть это, погасить этот кредит. Потому что в изначальных условиях наших переговоров я всегда заучил, что нам нужны деньги. Нам нужны деньги, чтобы погасить кредит и начать достраивать патриотику и эврику. Ну и центральные сокарки, конечно, пишите. Потому что инвесторы интересуют центральные сокарки. А если в условиях договора кредита здание же стоит намного дороже, чем оно, собственно говоря, ушло, нет ли в условиях кредита доплаты разницы? Чего? Ну, если здание стоит, грубо говоря, 750 миллионов, а ушло за 250 миллионов, нет ли... Что, мы им еще должны доплатить? Нет, по-моему, он вам. Такого нет. Такого нет. Я, может, толком не помню, договора кредита, но такого нет. Ну, по закону предполагается, что тот, кто взыскивает объект, должен компенсировать разницу между стоимостью, которая составляет задолженность, и стоимостью, которая оценена здание. При этом оценку при взыскании прикладывает сам кредитор. В данном случае, если посмотреть в вещество, кредитор приложил низкую оценку. Это является одним из оснований для спарринга в том числе. Потому что та низкая оценка очень близка к стоимости взыскания. Мы считаем, она должна быть выше по любым показателям. Константин Витальевич, вопрос. Немножко не по теме. Только громче, пожалуйста. Пару месяцев назад по Эврике было 96 тысяч квадратов свободных, непроданных. Они еще на месте, или их тоже уже нету? Их уже распроданы. Мы их никому не отдали и, соответственно, ничего не продали, потому что никто же ничего не покупает. То есть они на месте? Татьяна Николаевна, на месте? Да. Смена собственников-застройщиков. Комментируйте. Значит, формальная смена там одного бенефицара-застройщика произошла по моему настоянию в силу очень непростых, так сказать, непростой ситуации, которая сложилась вокруг банка и его застройщиков и объектов, которые банк строит. Значит, туда вошел более устойчивый к внешним воздействиям человек, я скажу так. Какой срок еще инвесторы должны воздержаться? Инвесторы воздержаться от каких-либо действий для того, чтобы дать возможность урегулировать этот вопрос. Секундочку, о каких действиях вы говорите? Ну, я не знаю. Люди видят какой-то злой умысел во всех этих движениях, и мы не понимаем, действительно ли это так произошло, или это банк хотел вывести свои активы. Нам тяжело со стороны это проанализировать. Если, допустим, вы говорите о том, что какое-то определенное время вам на урегулирование, и люди готовы будут подождать. Я же не знаю. Ну, смотрите, сейчас вот те люди, которые делали этот обыск, они рассматривают, в том числе, одну из версий, что это здание было передано в ипотеку с целью вывода этого здания. Значит, аналогичной версии придерживается и руководство национального банка. Хотя мы обсуждаем, что это не то. И активно раскачивается эта информация. И, насколько я понимаю, следователи тоже пытаются активно исследовать эту версию. Вот. То есть, тут у нас воздействие, честно говоря, и так уже воздействует у всех, кто только могут. Так сказать, пытаются мне доказать, что я этого кредитора, так сказать, вступил с ним в сговор. Значит, во-первых, это не так. Во-вторых, скажем прямо, если ваше воздействие будет в сторону ускорения объективного разбирательства, наверное, это пойдет на пользу. Только я не представляю, как это сможете воздействовать на суд и на национальный банк. Если ваше воздействие будет направлено в конечном итоге на то, чтобы усложнить работу банка Аркада, то, конечно, это пойдет на пользу. Потому что банк Аркада и так тяжело работать в этих условиях. Сотрудники получают зарплату неполно на объеме нерегулярно. Очень много людей уволилось. Осталось очень мало конфлицированных специалистов. Банк с трудом работает. Если вы будете давить на банк, это, конечно, ваше право, то еще труднее будет справляться ситуация. Вы же понимаете, что мы тоже живем в баладочных городках и людей 81 день сегодня, как мы ничем другим не живем. Мы не можем нормально работать. понимаем, поэтому, например, тот микро-митинг, который вы с утра провели под зданием нашего банка, значит, я с пониманием и мои коллеги с пониманием отнеслись к этому. Потому что мы хоть боремся, мы хоть от нас что-то зависит, но что-то делаем, а вы со стороны на это наблюдаете, это при том, что вы вложили свои деньги и теперь смотрите, что с этим будет. когда вы нам дадите ответ, готовы ли вы внедрять представителей от инвесторов на все переговоры по решению этих вопросов, которые сегодня очень негативно демонстрируют для этого надо получить добро кредитора и инвестора. Инвестор, наверное, к этому отнесется более желательно, мне так кажется, может быть и нет, не знаю. Кредитор, наверное, к этому не готов еще, он никогда так не работал, я так понял. Вот, но мы сегодня этот вопрос ему зададим, что инвесторы интересуются нашим доверителям, когда они смогут принять участие в наших переговорах. В этом вопросе звучал период, в который у вас держаться, когда, в какой период надо, чтобы вернуться в банк назад, в русло вашего? Я на этот вопрос мог бы так железно ответить, если бы все зависело от меня. А так как от меня тут уже далеко не все зависит, к сожалению, в этой ситуации, зависит много от кредиторов, много от инвесторов, еще от нас банк очень много зависит. Кстати, и зависит от КМДА, и от полиции, которые способны резко осложить нашу работу, то в этой ситуации могу вам обещать только одно, например, мы будем с некоторой периодичностью встречаться. И мы будем рассказывать периодичность, я так понимаю, что если в течение 2-3 дней вы ничего не решите, не вернете банк назад, то банку все. если бы так было бы, то мы уже не боролись бы. Если банк через 2 дня гарантированно не будет, наверное, уже никто не просит. Поэтому мы можем поддерживать связь с вашими коллегами, с вами. Договориться, например, ближе к концу недели встретиться еще раз. В конце недели это очень далеко. У меня еще вопрос. Есть ли альтернативный вариант пополнения капитала другими методами? Рассматриваете ли вы худший сценарий, что вот не удастся вернуть здание банка и не доводить до банкротства, если середина? Лена, я не услышал. Можете ли вы пополнить капитал банка другими методами, так, чтобы актив, который возможно уйдет из баланса, был компенсирован иными деньгами? Не готов, нет у меня таких денег. То есть рассматриваете вы только два варианта развития сценариев сейчас? Или вы возвращаете здание и дальше идете работать с инвестором, или вы уходите из рынка? Виталина, смотрите, во-первых, увеличение капитала банка никакого отношения не имеет к вашим квартирам. Капитал банка может быть использован только для выдачи кредитов. Все. Другого пути нет. Значит, и Будо-эволюция, Аркадо-будивница являются повязанными лицами. Мы им кредиты выдавать можем только в очень маленьких размерах. То есть капитал банка повлияет на то, что банк Аркада сохранится, но стройки он все равно вести не сможет. Надо говорить о увеличении капитала не банка, а застройщиков тогда. Значит, у меня денег нет на увеличение капитала застройщиков. Поэтому я веду переговоры с инвестором об увеличении капитала застройщиков. Я предлагаю ему как вариант вхождения в бизнес-проект через увеличение капитала застройщиков. А так, как мы договоримся, то время покажет. Что вы делаете для консервации домов, которые скоро начнут разрушаться? Сейчас пока ничего не делаем, кроме как ведем переговоры с инвестором о том, чтобы как можно быстрее могли прийти деньги, и мы могли продолжить стройку тех объектов, которые мы будем с ним планировать строить в этом году, а остальные консервировать. Когда вы готовы подписать механизм, тот, который... Механизм. Когда вы готовы подписать тот механизм, который мы должны были подписать еще раньше? Механизм контроля. Механизм контроля средств со стороны инвесторов. Рабочие группы специалистов Банка Аркада с вашим представителем. Света, я так понимаю. Нет, это вы про 26-й дом говорите, а мы говорим про механизм, который мы разрабатывали от всех инвесторов, всех объектов. дали. Наши специалисты не приняли, у них были замечания. Значит, до сколько в курсе дела идут сейчас согласования наших замечаний, замечаниями света, так сказать. мы не идем по пути 26-го дома, мы не готовы работать по механизму 26-го дома, то есть там совершенно отдельная ситуация, совершенно отдельная история, кооперативы, которые у нас осталось так много специалистов, что они пока работают со светой по 26-му дому, а замечания по тому, те замечания никто не рассматривал, потому что они требуют, ну, короче, они непонятны нашим специалистам, как их реализовать. Передай. Это тот документ, о котором мы говорим. Я знаю, вот, а эти документы рассматривали наши специалисты, они мне доложили, что они не знают, как это реализовать. Это не ложится на банковские технологии. Поэтому тут надо встречаться с вашими представителями, которые компетентны нашим представителям, и обсуждать. Когда ваши представители готовы? Когда закончат работу с инвестором. Мы там сейчас с ним, с его представителями работаем по тоже таким же технологиям, ну, немножко не таким технологиям, по вашему бизнес-проекту. Мне кажется, топ-приоритет. Да, не совсем. Инвесторы тоже обладают сейчас возможностями, наверное, пойти по худшему сценарию и способствовать Я считаю, что, если есть обвесок, который обещает дать денег достаточное количество, он должен быть в приоритете номер один. Да, мы просто слышим это уже полтора года, поэтому мы уже не знаем, какие приоритеты, ставить приоритеты. Так, смотрите, мы готовимся, видим, что у вас тут все, не следите за своими активами и так далее, готовимся к плану уже постепенно. Готовы ли вы отдать нам техническую проектную документацию по каждым домам, сетям, инфраструктуре, когда вы дадите информацию по количеству проданных квартир в каждом доме? Значит, смотрите, мы будем готовы предоставить всю эту информацию, эту документацию после решения суда о назначении новых забудовников. Тогда решением суда с нас снимается всякая ответственность за ваши объекты, и мы новому забудовнику это все и передадим в полном объеме. А нам сейчас посмотреть не дадите? Такие же очень много. Ну, хотя бы информацию по проданным квартирам в каждом доме? это конфиденциальная информация, мы ее вам показать не можем. ПНО, вот мне... Подождите, а мы давали в КНДА, и вам давали информацию по каждому дому, по-моему. Это вы давали графики цветные, вы имеете в виду? Так там же сумма необходимая для достройки, но нет информации о уже привлеченных и потраченных деньгах в разрезе домов. Нет, мы давали вам информацию о привлеченных и потраченных. Там в цветных графиках там не было. Ну, значит, и у нас на сайте висит информация, сколько привлечено, сколько потрачено. А что значит конфиденциальная информация? Мы доверители, мы эти деньги вам доверили. а сейчас вы даже не готовы за них отчертаться и говорите, что это конфиденциальная перед кем? дайте нам официальный запрос, наши юристы финансисты вам напишут. Да вы не отвечайте, он месяц уже не может ответить на запрос. По выводу комиссии, да, и так далее. А еще лицо комиссия? За 2020 год 58 миллионов оборотно-сальдовый в отчете, который у вас на сайте. Мы уже месяц просим детализировать ее, как она используется. Мы встречались с вами, рассказывали. Нет, по этой комиссии не ответили. По комиссии сказали, дадите, не давали и в пятницу опять. Мы готовы это письменное ответ. Мы договаривались, что на эту неделю вы дадите письменный ответ. По этой неделе у нас в банке будет более важная задача. Это здание, кредитор, инвестор. Еще раз говорю, сотрудников осталось мало, они с трудом справляются с той работой, которую нужно делать срочно. Вот поэтому с этой работой разберемся. По патриотике уже дали, по эврике мы ждем такую же детализацию тоже расхода средств за первое полугодие 2020 года. И одновременно ждем тогда информацию. Значит, кто-то что-то делает, наверное, и даст. Да, с вами меня. Еще вопрос по если банк идет не по благоприятному сценарию. Если сейчас все разворачивается плохо, здание уходит и, соответственно, банк сыпется. Готовы ли вы в добровольном порядке передавать фонды финансирования строительства другому управителю в добровольном именно порядке? Через решение суда добровольно, так сказать, при понижении нет, добровольно это без решения суда. Инвесторов. Без решения суда не позволяет закон. В смысле? В том смысле, что нормы закона предусматривают смену правителя по решению суда. Хорошо. Мы говорим сейчас о понятийном каком-то согласии. если же вам будет предложен управитель препарствования не будет. Просто нужно пройти то, как оно положено. Тут ответственность на 9 миллиардов гривен. Какое понятие? Значит, вы найдете нормальный себе какой-то 9 миллиардов гривен. Почему 9? 4 по графикам. Не 9, а 4 по графику. Но то, что построено, у нас стоит. Это же имущество. Наш. Мы заходили за него. Поэтому для того, чтобы передать правильно, нужно иметь тот документ, который оформляется передача. Этот документ называется решение суда. Да, не наверное, я уверен, что мы не будем его обжаловать, удлинять процедуру, но получить его необходимо, потому что, если его нет, все вопросы юридические будут адресованы предыдущему правителю и застройщикам. Если решение есть, значит, закон определен, но кто ответственный. Мы хотим, чтобы документ, который по закону должен быть, чтобы он был. Укрбуд передали Киевгород-строев без судебных. У них не было управитель ФС, насколько я понимаю. У них была... Были по нескольким объектам были документы и говорить, насколько я знаю, у них не было той ФС, потому что иначе им нужно было решение суды. Были, они недавно переводили, мы не знаем, что там было и что там не было. И все ли они делали в соответствии с законом. Распоряжение, принятое, допустим, на межведомственной комиссии при кабинете министров о добровольном порядке передачи ФФС будет достаточно? Нет, конечно, это же не законно. Рекомендательный орган, дорадчив. Они могут истребовать информацию доручениями щодоемо дня и рекомендувати субъектам, которые принимали участие в заседании, діяти тим чи іншим шляхом. То есть, если вам будут рекомендовать, вы не будете выполнять и скажете, там тоже идите в суд и ввес. Если мы увидим, что мы уже безнадежны, что мы ничего не можем сделать и найдется какой-то сумлинный, на ваш взгляд, застройщик, мы не будем препятствовать передаче этому застройщику документации, ФФБ, объектов, то есть всего. Вы против. Вы сказали, не будете препятствовать. Нужно искать решение приемлемое. Через суд. Если таким образом будут готовы забрать каким-то другим способом неописанным законам, например, отдельно оформлено на себя замельные участки, отдельно подписали договора о выходе с наших ФСов, а в тот ФС вошли. Если бы какое-то вот такое решение, нестандартное, очень творческое, и мы будем понимать, что оно тоже законное, почему бы и нет. Но это точно не будет так, как давайте просто сейчас пообещайте передать не по закону. Мы не можем пообещать передать не по закону. Решение должно быть в случае законного о передаче. Если можно найти какой-то альтернативный творческий способ решения суда, мы готовы его искать и рассматривать. Понятно. Ну, все будет... Они подадут в первую инстанцию, предположим, выиграют, потому что мы не будем возражать. Мы не будем подавать в апелляцию, оно вступит в силу. И все. Будет их решение суда о передаче снова на застройщику. А сколько слушалась первая инстанция по домам Градемира, по Эврике? Не знаю, не только. Не помню просто. Договора с застройщиками, вот этими, в которых сейчас бенефициары меняются оперативно. Можете нам их показать, дать почитать, посмотреть? У нас не было этих договоров. У нас же с комиссиями вот этими. По Буду же ничего не хотел передавать. Не об этом речь. Про контакт Будд сервис и Будда. Будда будем. Договор о чем? Договор между банком и там, где вот эти комиссии все прописаны, контроль. Вот почему они вам сразу... Это генеральная угода. Ну, допустим. так она у нас на сайте висит. Нет ее на сайте. Не висит? Нет. Ну, надо разбираться. Там только правила. Если мы можем, покажем. Отлично. Зафиксировано. Комиссии, можно еще разок, вот у людей многие не понимают, за какой период вот эти 17% вы насчитали среди? С 14-го года. А вот в 19-м году не помните, сколько было? Нет, конечно. Ну, 450 миллионов комиссии банку пришло, а строительство по имени вылаз. Сколько? Ну, вот, 450 миллионов комиссий, нет? В прошлом году, да. В 19-м. Не помню, так уж это у меня цифры, это ничего, не как-то не ложится. На мои представления о денежных потоках. Есть ли возможность ее детализировать, вытянуть из вашей базы, на что она пошла? Сейчас этим никто заниматься не будет, потому что сейчас одни работают с инвестором, другие работают. Мы на Национальный банк сейчас готовим кучу документов, плюс мы работаем, пытаемся работать с кредитором и с инвестором. То есть сейчас с этой работой очень плохо будет. У вас два варианта. Или дать нам документальное подтверждение того, что деньги не выводились и... Вы нам дайте запрос, дайте нам документальное вот такие вот какие-то подтверждения вот тут вот тут вот. У нас есть представитель правления. Она это дело будет рассматривать. Значит, вы там напишите контактное лицо. С контактным лицом обсудим, какие сроки мы сможем это выполнить. Реально. И он делает. То, что мы имеем право делать по закону. Слухи о том, что вы хотите банкротить Аркаду Гудивництва имеют под собой какую-то почву. Вы хотим банкротить Аркаду Гудивництва? Ну да, там, чтобы не отдавать долги подрядчикам, уйти от ответственности по судовым позовам от инвесторов. Да нет. А что-то... Мы такого вроде таких заявлений не делали. Ну хорошо. Вы не делали, люди делают. Какие выводы? Люди делали. Мало ли, какие люди делают заявления. Есть такая информация. Какие люди банкротуют Аркаду Гудивництва? Нет, Аркаду Гудивництва мы не можем банкротить, потому что она распоряжением кабинета министра назначена на домодову Эврики. Ну, внешне жилосево Эврики. И на нее оформлены там все дозволы и так далее и тому подобное. Поэтому ее банкротить нельзя. подрядчики 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 подают и поставщики панелей стройматериалов подают в суд на застройщиков по компенсации долгов. Я так не отвечу. А юрист ушел, да? А юрист ушел. А что-то он ушел. Не, юрист есть. Доверители, которые на сегодняшний день являются кредитчиками и которые уже несколько лет оплачивают кредиты за воздух, по сути. Они крайне сейчас неактивно настроены с этой всей ситуацией. Они имеют большое желание как-то избавиться от этого времени и хотят запросить отдельно для кредитчиков встречу. Не на этой неделе, но, допустим, там на следующее или когда в ближайшую встречу запросить для того, чтобы законным, мирным путем урегулировать вопрос с кредитами за воздух. Посмотрите, вот люди, которые платят нам проценты по кредитам и гасят свои кредиты, это люди, которым все мы, я и вы должны быть очень благодарны. Потому что только благодаря этим людям эти стройки еще сохранились за счет их денег наши стройки два года содержатся. Они не разграблены, не охраняются, они обогреваются, они пережили зимы. Это сходи существует. Значит, мы готовы будем с ними встречаться, как только появится время. Значит, если до того, как у нас не появятся инвестиции, они прекратят платить проценты и у нас не будет денег на хотя бы охрану, тогда нам всем с вами очень крепко не повезет. Мы можем, допустим, на следующей неделе такую встречу для кредитчиков организации? Я сейчас ничего сказать не могу, потому что у нас, видите, нам сейчас на сегодня задача встретиться с инвестором, кредитором, попытаться связи с инвестором и так далее. Мы даже не знаем, что будет сегодня вечером, а что будет завтра, тем более. Поэтому что-то планировать пока мы не можем. Но я никуда не исчезаю, Татьяна Николаевна тоже на месте. Поэтому мы с вами можем связываться где-то через день, так сказать, и уточним наши планы, если будет возможность встретиться. После решения вопроса создания я думаю, да. А за грамм паспорт у вас есть или мы забрали? Чего есть? Паспорт забрал у вас с собой и у меня дома он лежит. Возьмите забрали, надо забрать. Константин Витальевич, чтобы без сюрпризов Я за границей не был уже позапрошлым годом был последний раз за границей. На текущий момент мы не исключаем такого варианта, что мы будем инициировать вопрос ограничения выезда для вас и для Татьяны Николаевны в связи со сложившимися обстоятельствами. Потому что фактов, подтверждающих то, что это не есть вывод, мы на сегодняшний день не получили письменных и каких-либо гарантий. Поэтому мотиватором для нас может быть вовлечение инвесторов во все переговоры с кредитором, инвестором и вообще в то, что происходит внутри банка. С какой-то конфиденциальностью людям, которым мы доверяем, чтобы они присутствовали и их подтверждение, что да, я верю, мы не будем выносить конфиденциальную информацию. то есть вы хотите инициировать вопрос о запрещении выезда страны не Татьяне Николаевне кредитору? Нет. Кредитор пусть выезжает. Кредитор, если вы с ним не договоритесь сегодня и не дадите обратную связь инвесторам, положительным вы будете нести сами. Я буду нести ответственность за мои действия, вы будете за свои.